Девушки отдыхают Давайте из нашей беседы проведем такую цепочку, как сорвал, дошел до Беллатера. Построим всю историю жизни. На самом деле это большой показатель именно Алтайской школы, из любителей, как мы перешли уже на более высокий уровень профессионалов в международной арене второй лиги в мире. И сейчас это реально показатель, что не выезжая никуда, особо драться за какие-то команды, мы можем готовиться тут в основное время. Понятно, что у нас есть учебно-тренировочные сборы в плане года, когда мы ездим куда-то на выезд, повышаем квалификации и так далее. Но на данный момент у нас есть уже основная система, школа в Алтае, где можно попасть за рубеж на мировую арену и драться за титулы и так далее. Все есть для возможностей для алтайских ребят попасть на мировое поприще. Сарара, давай будем знакомить тебя с нашими телезрителями. Расскажи, как ты попал в единоборство и почему выбрал именно это направление? Направление выбрал случайно, так сказать, когда поступил именно в город Барнаул, Алтайский государственный университет. Так получилось, что друг близкий посоветовал заниматься ММА и зал открывался очень хороший, новый. И мы пошли в зал, нам очень понравилось, мы понравились тренерам. И так получилось, что так начался путь к ММА. На сегодняшний день у тебя 13 боев и 0 поражений. Ну, 100% эти поединки были сложные, но расскажи, может быть, есть какой-то один поединок, который тебе почему-то запомнился, почему-то он прям выделяется на фоне других? Ну, каждый бой по-своему так интересный, но мне кажется, вот последний бой самый такой интересный, после которого были хорошие новости и то, что меня подпишут в Белатер. Поэтому выделю этот последний бой, 13-й. А для наших телезрителей, расскажи, что бой был в марте в Абу-Даби, и после которого Сарвара подписывает Белатер. Шараф, ты как тренер полностью проходили подготовку вместе. Расскажи, как спортсмен готовился к поединку и почему именно Таиланд? Ну, в принципе, Таиланд это уже знаем, да, там школа, где приезжают со всех континентов, много иностранцев, с кем можно поработать. Нам повезло тогда, Петр Ян готовился чемпион, ну, временный чемпион, бывший UFC, готовился своей командой к своему поединку за титул чемпиона мира. И я договорился, чтобы Сарвар там с ними принял участие. Это тоже дало свои плоды. И в целом мы подготовились, ну, даже изначально готовились к одному сопернику, и за три недели у нас поменялось 3-4 соперника. Почему? Ну, у кого-то травма была, у кого-то коронавирус. И на самом деле на последние недели это-то дали, ну, окончательно бразильцы этого парня, да. Но не могу сказать, что он был на замене. Он готовился тоже к этому же турниру, и у него по стечению обстоятельств тоже слетел соперник. И получается у нас по свободной паре соединили в одну. И они были очень готовы на высокий уровень и показали зрелищный бой в связи с этим. Ну, что был основной упор на сборах в тренировочном процессе? Да, на самом деле, когда вот соперники меняются, ты не можешь акцентированно сделать на определенную ударку или к технику, да. Там есть общие такие обобщенные подготовки. Ну, есть свои фишки, которые поработают на любого. Обманки, так скажем. В целом готовились по общей схеме, работали в спарринге. Все то же самое, как стандартно. Не получилось именно определенно технико-тактически подойти к этому сопернику, но более тщательно в связи с тем, что он появился только за неделю. Ну, и пришлось предпринимать решение уже по ходу действия. То есть так. Сарваро, у тебя бой был с бразильцем. Фабрисио довольно-таки интересный был. Молодой человек, давай так его назовем. Расскажи, как для тебя складывался бой и чем он тебя впечатлил, бразильец? Честно сказать, бой три раунда такой сложный. Но, как Шараф рассказал, у меня соперник поменялся где-то 3-4 раза. Из-за этого приходилось очень много давления, было очень много психологическое давление. Поэтому приходилось просто выйти и подраться, так сказать, на опыте. И как-то получилось все то, что планировал, и сам умею. Ну, и самый, наверное, интересный момент. Ситуация, когда, Шараф, ты, наверное, первый узнал, что будет контракт с Беллатором. Расскажи, как проходило вот это взаимодействие, и когда Сарваро узнал о том, что вторая лига его. Ну, держали на самом деле секрет это все до конца, чтобы, так скажем, не сглазить. Потому что сейчас на данный момент из-за санкций определенных, из-за сложности с визами и так далее, плюс, ну, в принципе, из-за конкуренции попасть в ростер, есть определенные моменты, которые там, ну, составляют свои сложности, попасть туда, это очень долго объяснять. Есть менеджерская работа, которая, да, там, вроде бы менеджеров много, а по факту, которые дела делают, менеджеры, их нет. Ну, очень сложно пробивают контракт. Там на личных моментах, на определенных факторах много какие влияют на эти обстоятельства, факторы. Но когда мы уже конкретно, я увидел этот контракт и увидел, так скажем, определенные суммы, которые спустя, там, я к своим годам зарабатываю такие деньги, он получает уже в два раза меньше пройденного пути, да, так скажем. Мне стало и обидно, и приятно, где я думаю, где-то я там что-то не свернул, походу. Но все отлично, получили контракт на четыре боя за хорошие деньги, так скажем, по нынешним расценкам. Деньги не разглашаются. Нет, не надо. Ну, могу сказать, на хлеб с маслом хватит точно. И на машину бензин. Так что... А бензин дорогой, да? Сейчас, да. Ну, на самом деле, все, что это уже показатель, это как раз показатель нашей алтайской школы еще раз, что не я один, да, там, где-то катался постоянно по сборам, попал в московскую команду, и меня подписали разово. Сейчас это уже второй случай, как говорится, это уже не случайность, да. И в дальнейшем у нас уже ребята, да, там появляются, которые дерутся на, так скажем, мировых российских лигах, OpenFC, да, там, которые ребята уже и показали на турнире у нас в Барнауле, и их уже, соответственно, подписали в OpenFC основную лигу. Сейчас они будут драться тоже 15 мая. Так что алтайский профессиональный спорт как минимум развивается. Сарвар, с своей стороны расскажи, как тебе Шараф преподнес данную информацию, знаю, там была такая интересная история. Шараф мучил меня три дня, он прям каждый день писал, у меня есть хорошие новости, хорошие новости, прям каждый день еще, мне интересно было, что за новости, как, что это, и свой день рождения он решил и мне подарок сделать, и перед всеми рассказал про контракт, то, что вот есть возможность подписать его, и все. Что ждешь от этих четырех поединков, и как у тебя вообще ощущения внутри, что такой уровень? Это мечта, так, с детства я смотрел бои в Белатер, UFC, это я даже представить не мог, что когда-нибудь я попаду в одну из лучших лиг мира, поэтому буду стараться тренироваться, чтобы показать хороший уровень. А в планах в будущее есть какая-то цель, до куда хочется дойти? Цель каждого бойца это пояс, поэтому и у меня мечта и цель взять пояс в лиге. Шараф, мы уже разговаривали сегодня про подготовку спортсменов, что она была не в России, а в Таиланде. А в России подобные сборы возможно проводить и возможно ли на территории Алтайского края? Ну, так скажем, Алтайский кемп, который мы уже проводим нашей командой, да, Тим Стрела Барнаул, ежегодно, уже летом делаем два заезда. Первый заезд начинается 26 июня. Там собираются, ну, в прошлом году, могу сказать, примерно было из 120 человек за первый заезд 40 чемпионов мира. По всем видам спорта, профессионалы, любители и так далее. Это, ну, скажем, не только всероссийские, еще и международные, так скажем, сборы. Приезжают из стран ближнего зарубежья, 29 регионов было. На самом деле это очень большой показатель. Ну, да, то, что мы там общаемся между собой, кто-то там уже профессионалы, ветераны привозят с собой команды. И для нас это тот же самый Таиланд, только в Алтайском крае. Горы, погода, реки, питание, тренировки усиленные. Так что, ну, это возможность обмен опыта для наших ребят, там, алтайских, соответственно, и просто приезжих, увидеть природу Алтайского края, посмотреть, что у нас тут уже такая система. Помимо того, что мы там залы и так далее, делаем турниры, у нас еще теперь и сборы, да, там, которые уже проходят. В этом году уже четвертый раз, ну, четыре года подряд. Так что мы уже устаканились и будем развиваться дальше. В конце как раз этих сборов еще будет у нас профессиональный турнир для ребят, которые приедут, попробуют, сделают дебюты, зайдут в лигу, еще раз набьют рекорды. Уже такая выстраивается, ну, скажем, система, да, ведения бойцов с любителей в профессионалы, которых нам как раз этого не хватало. И для себя я делаю выводы, да, что если бы у меня бы в моей молодости, так скажем, где я катался бы и ездил, было бы у меня это так в нашем регионе, мне было бы намного, там, проще бы попасть в лигу, да, там, не в 25 боев, когда мы попали уже в БеллатР, а именно вот как раз 13-12, как раз я был, доводил до своего рекорда 11-0. Мы могли уже подписаться, но мне пришлось еще повоевать 14 боев, чтобы пойти на турнир. Чуть больше усилий, да? Ну, да. Ну и давай про те самые турниры, два анонса сделаем, да, что OpenFC будет в мае, да, если не ошибаюсь, там будут наши спортсмены выступать. Давай вот про этот турнир, кратко, кто выступает и когда, и где смотреть. Ну, у нас, получается, будет 15 мая уже есть договоренность по двум нашим алтайским ребятам, да, которые представляют Тим Стрела, это Николай Нестеров и Габараев Руслан. Николай Нестеров уже показал 5 февраля на то, что он способен, и сейчас у него тоже оппонент крепкий, но я думаю, после наших подготовок, я думаю, там ничего уже не удивит его. Плюс Габараев Руслан, чемпион вооруженных сил, такой опытный парень, уже чемпион СНГ по армейскому рукопашному бою, он дебютирует. Бэкграунд у него любительский очень большой, и, соответственно, я думаю, дебют тоже у него будет очень интересный. И, получается, у нас 16 июля запланирован турнир, Министерство спорта уже поддержало. Турнир, скорее всего, будет называться «Битва на Катуни». Была битва на Абе, битва на Катуни, сам министр предложил это название, ну и мы поддержали, нам понравилось. И после наших сборов учебно-тренировочных мы сделаем турнир, примерно 7-8 боев, ребята, которые к нам приедут, подерутся, наберутся опыта и сделают себе рекорд. Откроют, так скажем, дорогу всех профессионалов. То есть это уже будет такой профессиональный турнир, да? Да, это именно профессиональный турнир, чтобы набить рекорды, заработать деньги. Именно, ну, с нашей стороны, это реклама, свой турнир, плюс еще есть возможность заработать рекорд, потому что, вы сами видите, если 12-13 боев мы можем сделать, и у нас есть возможность теперь попадаться за рубеж, нам надо вести эту менеджерскую работу, матчмейкерскую, именно организационную. Так что у нас все в своих руках. Дай бог. Сарвар, можешь дать такой напутствующий совет будущим чемпионам, да, тем людям, которые, может быть, боятся приходить в ММА почему-то, да, по разным причинам. Ну, чтобы они не боялись, не стеснялись, а приходили и по-настоящему тренировались, занимались спортом. С чего начать? Давай так. Вера в себя, главное. Просто верить в себя, начать и двигаться, тренироваться, и все потихоньку будет, главное усердие. Ну, я надеюсь, что после первого боя в Беллатере мы здесь же с вами встретимся вновь. Обязательно. На этом наше время подошло, к сожалению, к концу. Занимайтесь спортом и ведите здоровый образ жизни. Продолжение следует...